Активируй Блиппи-станцию! Идём скорее, мой друг, познай со мной весь мир вокруг! Блиппи! Ух ты! Посмотри на это! Удивительно, какими большими были динозавры! Ты прав, Дибо! Встречались динозавры покрупнее тираннозавра! Хм, интересно, какой динозавр был самым большим? Хорошая идея, Дибо! Мы можем вернуться в прошлое и найти самого большого динозавра! Мне понадобятся крылья и удлинённые ноги! Крылья и удлинённые ноги принято! Активируй Блиппи-станцию! Возвращаемся в прошлое! О-о-о-о! Блиппи-мобиль готов к приключению! Ладно, где самый большой динозавр? Ух ты! Камень движется! Ага! Мы не сидим на камне! Мы на спине очень большого динозавра! Привет! Это я, Блиппи! Это Дибо! Привет, Блиппи и Дибо! Я Энджи! Аргентинозавр! Ох ты! Это длинное имя длинного динозавра! Надо разделить по слогам, чтобы сказать правильно! Ар-ген-ти-но-за-вр! Это я! Итак, я иду на встречу с подругой! О, вы хотите пойти со мной? Спасибо, что пригласила нас! Хочешь на перегонки? Держу пари, ты можешь бегать очень быстро! На самом деле я хожу медленно! Это из-за того, что я такая большая! Кроме того, мне нужно есть, чтобы поддерживать энергию! Я съедаю сотни килограммов растений каждый день! Хочешь сделать селфи себя и всей Энджи? Удачи, Дибо! Ого! Ты очень длинная! Я около сорока метров в длину и двенадцати метров в высоту! Это длина трех школьных автобусов! И чуть выше телефонного столба! Вкуснятина! И мы продолжаем путь! Я буду твоим мостом! Хе-хе-хе! Щекотно! Ух ты! Класс! Здесь я встречаю свою подругу! Эй! Хороший снимок, Дибо! Мы оба поместились! О, смотри, моя подруга тоже! Извини, что опоздала! Привет! Это моя хорошая подруга Нина! Нина – это Блиппи и Дибо! Они ищут самого большого динозавра! Это совсем просто! Ты самый большой динозавр в округе, Энджи! О, ты абсолютно права! Так здорово! И у меня есть ответ на мой вопрос! Какой динозавр был самым большим? Одним из самых больших динозавров был аргентинозавр! Он был сорок метров в длину и весь день питался растениями! Загрузить ответ, Дибо! До свидания, Энджи и Нина! Пока, Блиппи! Пока, Блиппи! Ням-ням! Эти бутерброды с индейкой выглядят аппетитно! О, что я наделал? Эй! Смотри, как муха ползает по потолку! Хм, интересно, как мухи ползают по потолку? Мне понадобятся крылья и паучьи лапки! Крылья и паучьи лапки подтверждены! Активировать станцию Блиппи! Уменьшаемся! Мобиль Блиппи готов к приключениям! Дибо! Кажется, я знаю эту муху! Это Гораций! Привет, Блиппи! Как дела, дружище? Как ты держишься на потолке? Да легко! Смотри! Да, сэр, потолок — это моя танцевальная площадка! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! А теперь ты! Сейчас! О-о-о-о! Почему мобиль Блиппи не может стоять на потолке? В чем секрет? Лови ответ! Клей наш секрет! Клей? Ага, видишь ли, мои лапки вырабатывают очень липкий клей, который помогает крепиться к потолку. На, попробуй! С удовольствием! Сейчас! У-о-о-о! О-о-о! Я тоже прикрепился к потолку! Посмотри-ка на это! Ох! Ох! Нам не сдвинуться с места! Потому что нужен особый поворот ноги! Особый поворот ноги? Да, наш клей настолько липкий, что нужно отталкиваться, чтобы сделать шаг. Вот так! Ла-ла-ла-ла-ла! Вот так? Ага! А теперь... Конец! Особый поворот, особый поворот, и твои ноги сами идут вперед! Получилось! А у меня есть ответ на мой вопрос. Как мухи ползают по потолку. Лапки мух вырабатывают клей, благодаря которому они крепятся к потолку. Загружай отряд, Дибу! Что ж, а мне пора ужинать. Пока, Блипет! Пока-пока! Спокойно! Осторожно! Ох, как я голоден! Ах, эти хлопья размокли! Хм, интересно, почему хлопья размокают? Отличная идея, Дибу! Мы уменьшимся и выясним! Мне понадобятся крылья, утиной лапы и захватная рука! Крылья, утиной лапы, захватная рука принята! Активируй Блипи-станцию! Уменьшаемся! Крыло-мобиль готов к приключению! Ты прав, Дибу! Они очень твёрдые! Смирно! Ого! Ты кто? Я Черпак Ложкин! А для вас, сержант Черпак Ложкин! Привет! Это я, Блипи, а это Дибу! Мы здесь, чтобы узнать, почему хлопья размокают! Что ж, вы пришли к лучшему из лучших! Эти хрустящие кусочки хлопья втвёрдые, как гвозди! Но проблема в том, что через 30 секунд ожидается залп молока! И что произойдёт тогда? Хлопья размокнут, Блипи! Сначала может показаться, что хлопья цельные на 100%, но если присмотреться, то на самом деле они пористые! Это означает, что в них много крошечных дырочек! Хорошая идея, Дибу! Пойду соберу информацию, а ты оставайся здесь на стороже! Уменьшаемся опять! Это как пещера из хлопьев! Все эти дыры, через которые вы пролетаете, являются открытым пространством для заполнения молоком, и тогда хлопья размокают! Затем они расширяются и распадаются! Молоко наступает! Ой-ой-ой! Хлопья разваливаются! Пора выбираться отсюда! Вырастаем! Нет времени купаться! Нам нужно завершить миссию по спасению хлопьев! Теперь, когда молоко проникло в хлопья, мы должны их быстро зачерпнуть, до того, как они размокнутся! За дело! Какой ужас! Иду на помощь! За те несколько минут, что хлопья были в молоке, они впитали жидкость через дырочки! Очень похоже на то, как губка впитывает воду! Благодаря вам все хлопья в безопасности! Молодцы, солдаты! Спасибо, сержант Ложкин! А я получил ответ на свой вопрос! Почему хлопья размокают? Хлопья размокают, когда молоко заполняет их крошечные дырочки, заставляет их расширяться, и тогда они разваливаются! Загрузить ответ, Дибо! Пока, Блипи! До свидания, сержант Ложкин! Спасибо за службу! Ух ты! Этот был синий! А этот красный, Тапс! О, а этот зеленый! Интересно! А почему фейерверки разных цветов? Отличная идея, Тапс! Пойдем разбираться! Мне понадобятся вертолетные лопасти и большая клешня! Вертолетные лопасти, большая клешня, принято! Активируй Блипи-станцию! Уменьшаемся! Блипи-мобиль готов к приключению! Нет, 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 нет! Никогда не подходите слишком близко к фейерверку! Дайте ему место! Хорошо! Привет! Это я, Блипи, а это Тапс! Нам интересно, как фейерверки получаются разного цвета! Привет! Я Пенни! Я все вам про это сейчас расскажу! Во-первых, вы должны знать, что фейерверки это маленькие ракеты, наполненные порохом, которые быстро сгорают и поэтому запускают фейерверки на высоту в 300 метров! Ух ты! Это довольно высоко! Хорошая идея, Тапс! Мы лучше посмотрим на фейерверк прямо в небесах! Присоединишься ко мне в Блипи-мобиль, Пенни? Конечно! О-о-о-о! Здорово! Даже в воздухе помни о безопасности и давай им место! Так красочно! В верхней части фейерверка находятся соли разных металлов, называемые звездами. Как разные продукты имеют разный вкус, так соли разных металлов горят разными цветами, когда их поджигают. Осторожно! Еще один летит, Тапс! Тапс, ты в порядке? Я же говорил, береги себя и дай им место! Надо приземлиться, иначе пропустим торжественный финал! Ты права! Полетели! Вот и он! Гранд-финале! Вот это да! Ух ты! Как здорово! Какое потрясающее шоу! И теперь у меня есть ответ на мой вопрос. Почему фейерверки бывают разных цветов? Фейерверки получаются разного цвета из-за того, что в них сгорают соли разных металлов. Загрузить ответ, Тапс! Пока, Пенни! Пока, Блипи! Всегда оставайтесь яркими! Вау! Вау! Эта паутина выглядит просто потрясающе! Ты прав, Дибо! У паучьих паутинок бывают такие художественные узоры! Мне интересно, а каким же образом пауки плетут паутину? Ага, а давай найдем паука, чтобы его спросить! Для этого мне понадобятся крылья и паучьи лапки. Крылья паучьей ноги, подтверждаю. Активировать станцию Блипи! Уменьшаемся! Мобиль Блипи готов к приключениям! Бонжур, я Спенсер! Вы как раз успели вовремя, чтобы увидеть, как я создаю мое новое художественное творение! Привет! Это я, Блипи! Так ты собираешься плести паутину? О, да! Это будет мой величайший шедевр! Это будет лучшая паутина всех времен! Может, поможешь? Конечно! Я очень хочу узнать, как пауки делают свою паутину! Время творить! Дибо, я сейчас вернусь! Блипи, ты можешь быть моим помощником! Моя паутина будет иметь форму куга с несколькими треугольниками посередине! Из какой нити ты будешь плести свою паутину? Из щелковых нитей, которые сам же и делаю! Причем, эти нити вытягиваются из моего буха! Для паука или жука эти нити так прочны, как будто они сделаны из стали! Это просто круто! А теперь в завершение моего шедевра куги! Ты можешь держать эту нить на месте, Блипи? Ага! Вау, она имеет форму круга! О, отлично! Берись за эту нить, Блипи, раскачивайся, чтобы все увидеть! Вау, потрясающе! Погоди, это что, мое изображение на твоей паутине? Да, это ты! Мой шедевр! Теперь ты можешь испытать ее! Подпрыгни на ней, посмотри, выдержит ли она! Еееей! Левкая часть для ловли насекомых, чтобы их можно было съесть! Хо-хо! Твоя паутина получилась красивый и полезный Спенсер! И ты ответил на мой вопрос, как пауки создают свою паутину! Они используют сверхпрочные и липкие шелковые нити, чтобы создать паутину с круговым дизайном! Загрузить ответ, Дибо! Спасибо, что показал нам, как ты создаешь идеальную паутину, Спенсер! Ха-ха-ха! Пока-пока! О-го-го! Ух ты! Посмотри на этот Апс! Это очаровательный котенок! Ха-ха! И посмотри на его очень длинные усы! Хм, интересно, а почему у кошек есть усы? Отличная идея, Апс! Давай проследим за этим котенком и узнаем! Мне понадобятся крылья! Крылья принято! Активируй Блипи-станцию! Уменьшаемся! Блипи-мобиль готов к приключению! Ты где-нибудь видишь, котят, Тапс? Ого! Что это было? Привет! Это я, Блипи! А как тебя зовут? Можешь звать меня Кипли, а можешь звать меня вкусняшка. Скажи, а у тебя ничего не припрятано? Припрятано что? Вкусняшки! Я чую их запах, прямо как у горячих пирожков. Они близки. Быстрее! Следуй за мной! Подожди! Супер! Как ты так идеально приземляешься? В моих усах есть сенсорные датчики, которые помогают мне ориентироваться, поэтому я всегда приземляюсь на ноги. Вот так! Ты думаешь, что пролезешь? Мои усы помогут мне определить, смогу ли я пролезть через узкий проход, не застревая. Видишь? Я же говорила! Вперед, Блипи! Тут так темно! Как ты что-нибудь видишь? Когда я не вижу, что вокруг меня, мои усы подсказывают мне, когда там что-то есть. О, крысы! Здесь нет вкусняшек. Но мы наверняка близки. За мной! А как еще тебе помогают усы? Даже малейший ветерок может сообщить мне информацию о моей среде и откуда именно исходит запах. Мои усы говорят мне, что вкусняшки вон... А, там! О, яблочко! Посмотрите на это! Я счастливее, чем свинья в грязи! Какое классное приключение, Кипли! Мы нашли вкусняшки! И я получил ответ на мой вопрос. Почему у кошек есть усы? Кошачьи усы помогают им в навигации в окружающей среде. Они так хорошо ориентируются, что всегда приземляются на ноги. Загрузить ответ, Тапс! Пока-пока, Кипли! Спасибо, Блипи! Так здорово, что ты был моим помощником в этом приключении. Всем пока! Ты прав, Дибо! Было бы забавно иметь динозавра в качестве питомца. Хм... Мне интересно, будет ли динозавр хорошим питомцем? Хорошая мысль! Мы вернемся в прошлое и выясним! Мне понадобится большая клешня и колеса Монстр Трака. Большая клешня. Колеса Монстр Трака принято. Активируй Блипи-станцию. Возвращаемся в прошлое! Блипи-мобиль готов к приключению. Совершенно точно! Мы в меловом периоде. Миллионы лет назад, когда наша земля была наполнена динозаврами! Привет! Это я, Блипи, а это Дибо. Привет, Блипи! Я Тина, тираннозавр Рекс. Привет, Тина! А будет ли динозавр хорошим домашним питомцем? Животным, которое вы любите и о котором заботитесь? Ух ты! Как здорово быть питомцем! Может быть, на сегодня я могла бы им стать? Не могла бы ты отпустить Дибо, Дибо сделан из металла. Не хотелось бы, чтобы ты сломала себе зубы. Хороший динозавр! У нас очень острые зубы. С их помощью я ем. Ух ты! А ты много ешь? Кормление – важная часть ухода за домашним питомцем. Я могу откусить почти 200 килограмм еды за один укус. Это намного больше, чем у меня есть с собой. Давай поиграем. Отличная идея, Дибо! Принеси, Тина! Ух ты! Прости. Иногда я забываю, что я большая. Мы, Терексы, можем достигать до 4 метров в высоту и до 12 метров в длину. Ого! Это очень много! О, пойдем прогуляемся, Тина. Вот это да! Какие зубы! Мне кажется, что прогулка должна выглядеть немного по-другому. Мы попробовали, но, наверное, динозавры не могут быть домашними животными. Я думаю, ты прав. Мы должны править джунглями. Да, и ты помогла найти ответ на мой вопрос. Будет ли динозавр хорошим питомцем? Динозавры большие, у них много зубов, им нужно место, чтобы гулять и много есть. Так что они могут быть не очень хорошими питомцами, но все же приятно пофантазировать. Загрузить ответ, Дибо! Пока, Тина! Возвращайся, я могу ждать миллионы лет! Ты прав, Дибо. Это перекресток кенгуру. А мы находимся в Австралии. Так что, думаю, никогда заранее не знаешь, когда кенгуру может вот так вот подпрыгнуть. Ух ты! Какой потрясающий прыжок! Хм, интересно, как высоко может подпрыгнуть кенгуру? Отличная идея! Пойдем спросим об этому кенгуру! Для этого приключения мне понадобятся лягушачьи лапки. Лягушачьи лапки подтверждены. Активировать станцию Блипи! Мобильная станция Блипи готова к приключениям! Мы находимся в дикой пустыне, так что давайте отправимся на поиски кенгуру. Всем привет! Я Руни. Что тебя привело в эти края к нам сюда, на такой клевой машинке? Привет, Руни! Это я, Блипи! А это Дибо! Мы хотели узнать, как высоко может прыгать кенгуру. Очень приятное знакомство. Конечно, я могу прыгнуть выше, чем ваш мобиль, но умею прыгать еще выше. Руни может прыгать очень высоко и с огромной скоростью. Ох, ты сам очень быстрый. Ты не против устроить небольшой забег, Блипи? Звучит здорово! Отлично! Давай пробежимся вокруг той большой скалы из песчаника вон там. Мы называем ее Улурух или Аэрсрок. Эта скала в самое сердце Австралии. Ого! Это так здорово! И кто вернется сюда первый, побеждает. Начинай, Руни! Кстати, тут может стоять пару оград на пути. Буду знать! Давай, Блипи! Давай, скачи! Давай, Блипи! Будь осторожен! Этот забор высотой в шесть футов. Отличный прыжок! Ты готов прыгнуть еще выше? Да! Как тебе такой десять футов? Ха-ха-ха! Ух ты! Да! Лучшему прыгуну, который когда-либо встречался нам! И вот теперь у меня есть ответ на мой вопрос. Как высоко может прыгнуть кенгуру? Кенгуру могут прыгать на высоту десяти футов от земли. Загрузить ответ, Дибо! Хе-хе, это было здорово, Блипи! Хух, мне нужно охладиться. Вот почему я ляжу свою лапу. Это фишка кенгуру. Хе-хе, пока! Ну, пока! Готов, Дибо? Хе-хе-хе! Три, два, один! Да, это не то, что я представлял. Я хотел бы сделать несколько изменений. Конечно! Я могу использовать ластик! Хм, интересно, а как работает ластик? Отличная идея, Дибо! Мы уменьшимся и посмотрим поближе. Мне понадобится большая клешня и лопасти вертолета. Большая клешня и лопасти вертолета принято. Активируй Блипи-станцию. Уменьшаемся! Блипи-мобиль Блипи-мобиль готов к приключению! Даже вблизи рисунок нуждается в некоторых изменениях. Может быть, я могу помочь? А? Я это удивительный Эрни! Привет! Это я, Блипи, а это Дибо. Мы здесь, чтобы узнать, как работает ластик. Что ж, вы пришли к правильному ластику, потому что я могу заставить все, что угодно исчезнуть. Даже любые пометки карандашом. Это потрясающе! Приходите посмотреть лучшее шоу в городе! Кончик карандаша сделан из графита, и когда вы ведете им по бумаге, он оставляет след. Класс! Давайте посмотрим через увеличительное стекло. Графит остается на бумаге, потому что на самом деле он прилипает к бумаге. Ух ты! О-о-о-о! Только не это! Я ловлю! Фу! Чуть не упустил! Простите меня. Ух ты! Эй, Эрни, ты можешь стереть эту графитовую метку? О, какая отличная идея! Я сделаю так, чтобы эта графитовая метка исчезла! Я сотру ее! Когда ластик, например, такой, как я, трется о бумагу, возникает трение и тепло! Потрясающе! Тепло делает ластик более липким, чем бумага. Поэтому графит отрывается от бумаги и вместо нее прилипает к ластику. Трение также приводит к тому, что ластик распадается или расщепляется. Видишь эти мелкие кусочки? Ха-ха-ха-ха! Да, их совсем немного. О, если достаточно долго потереть ластиком по бумаге, тогда смотрите-ка! графит сходит! Та-дам! Мой трюк исчезновения! О! Это потрясающе! Это была магия? Нет, это наука! Здорово! Я получил ответ на свой вопрос. Как работает ластик? Ластики работают за счет трения. Оно делает их более липкими, чем бумага. Поэтому графит на бумаге цепляется за ластик. Загрузить ответ Дибо. Спасибо за волшебное шоу, Эрни. Теперь пришло время и нам исчезнуть. До свидания, Блиппи. Наша встреча не сотрется из моей памяти. Редактор субтитров Корректор А.Егорова